Рестайлинговый G-Li M Grand 7 впервые показали на московском международном автосалоне в августе, и уже тогда на сцене компании было немало посетителей. Неудивительно. Ведь прошлое поколение этого автомобиля, M Grand EC7, стала самой популярной китайской иномаркой в России. Что принёс с собой очередной рестайлинг? Давайте посмотрим. Внешних изменений немного. Это новая решётка радиатора с так называемыми концентрическими кругами. Обновлённый передний бампер, а сзади изменили дизайн фонарей. Вот и всё. Покупателям предлагают два силовых агрегата. Это полуторалитровый мотор мощностью 106 л.с. или двигатель 1.8, развивающий 133 силы. Коробки передач, пятиступенчатая механика, либо вариатор. Здесь стоит мотор 1.8, он довольно прост во обслуживании. Лёгкий доступ к свечам, масляному фильтру, приводному ремню, у аккумуляторной батареи защитный кожух. Но есть слабые места. Защиты двигателя нет, тут только пластиковый пыльник. Поэтому, если собрались покупать такую машину, сразу ставьте стальную защиту. Прорадует то, что производитель прислушался к пожеланиям клиентов и поднял горловину бачка омывающей жидкости повыше. Теперь заливать жидкость стало гораздо удобнее. В салоне изменений гораздо больше. Во-первых, тут абсолютно новая передняя панель. Сверху здесь мягкий пластик, правда внизу такой же дубовый. В середине новая мультимедиа-система с сенсорными клавишами, а диагональ экрана теперь 8 дюймов. У М-Гранта новый руль, он обтянут перфорированной кожей. Рулевая колонка регулируется по углу наклона, но в очень узком диапазоне. Я хочу поднять руль выше, но не получается. Так что придётся терпеть. В центре передней панели теперь красивый цветной экран. Но вот что не нравится лично мне, так это синюшная подсветка кнопок и циферблат в панели приборов. Хорошо хоть у блока климата белая подсветка, а управление интуитивно понятно. При моём росте метр девяносто посадка за рулём мне не нравится. Места над головой слишком мало. И чтобы хоть как-то удобно устроиться, нужно заваливать назад спинку. А кресла тут какой-то жёсткой, да и боковой поддержки недостаточно. Здесь оговорюсь, полному человеку сидение понравится, и недостатка боковой поддержки он не почувствует. Под капотом этого джили работает связка из мотора 1.8 и вариатора. Ну что сказать, если ехать неторопливо, то эта пара вам даже понравится. Ну а если нажать газ? Сначала ничего не произойдёт. Педаль как будто уходит в пустоту, и только потом идёт ускорение. Вязкая и натужная. При резком нажатии газа двигатель орёт так, как будто он работает вот здесь, за пластиковой панелью. А руль могли бы сделать информативной. Даже наши марки управляются острее и лучше. Спорт-режим немного исправляет ситуацию. Реакции силового агрегата на нажатие газа становятся адекватнее. Поэтому, впервые переведя селектор вариатора в спорт, дальше я только так и ездил. Сзади сидеть гораздо удобнее, чем спереди. Тут большой запас пространства над головой, да и ноги не упираются в спинку переднего кресла. А локоть можно положить на широкий подлокотник. Обзорность за рулём в целом неплохая. Если бы не толстые передние стойки, за ними легко спрячется даже грузовик. Подвеска настроена неплохо. Это если ехать и не торопиться. Ну а если поддать газу, появляются толчки и вибрации. Это машина для тех, кто не торопится. А вот тормозит им грант неплохо. Замедление чёткое и прогнозируемое. Здесь вопросов нет. Машину собирают в Беларуси на предприятии Белджи. Качество сборки в целом неплохое, но на некоторые вещи надо обратить внимание. Кузов неважно обработан антикором. Так что это надо будет делать самому. Багажник открывается из салона или с ключа. Кнопки нет. Впрочем, как и ручки тоже. А они бы очень сильно пригодились. Объём багажника 680 литров. Неплохо. Минус в том, что здесь нет ни ручек, ни петель, ни ниш. А значит, вещи будут просто летать. В Китае Julien Grand 7 очень популярный автомобиль. Но в России машина вряд ли станет хитом продаж. Прежде всего потому, что конкуренция слишком высока. Те же вазовские машины по качеству сборки, да и по драйверским характеристикам, отнюдь не хуже. А на вторичке наши марки ликвиднее, чем китайские. Продолжение следует... Продолжение следует...